Музыка Мы в этом году делаем много первых шагов. В Дню молодежи мы провели первый фестиваль уличных групп. Это тоже был наш первый опыт. Уже есть определенные выводы. Мы знаем, как на следующий год поправим, проведем еще раз в еще большей масштабе. И, соответственно, мы, общаясь в молодежной среде, увидели, что есть такая аудитория, любители авиамодельного творчества. И решили сделать такое мероприятие для того, чтобы ребята показали свои умения в управлении машинами, в сокращенном формате, показали свои достижения в авиамоделировании. И вот сегодня мы собрались здесь, чтобы все это увидеть своими глазами, пригласили севастопольцев посмотреть на это мероприятие. Люди с опытом должны делиться своим опытом и должны вовлекать в свое увлечение молодежь. Сейчас лето, сейчас, конечно, всем больше хочется идти и лежать на пляже, и смотреть вдаль, в горизонт. Но вместе с тем это хобби, которое вовлекает молодежь в техническое творчество, возможно, в профориентирование. Здесь у нас сегодня не только модели самолетов, здесь у нас представлен ДОСАФ в России, можно познакомиться с работой ДОСАФ. Это патриотическое воспитание, это занятость молодежи, это досуг в летний период. Я думаю, это интересно должно быть и увлекательно. Занимаюсь этим давно, в рамках, этапов Кубка Крыма у нас проводится с 2008 года, был дважды обладательным Кубка Крыма, по радиоуправляемым моделям воздушного боя. Давно это сколько? Ну, первые попытки были еще в седьмом классе, в школе, то есть это давненько, лет 30 с чем-то назад. Ну, а дальше был перерыв, как у всех, а потом все мы постепенно вернули к своему хобби, увлечению, и продолжаем заниматься. Дальность аппаратуры позволяет увести ее в точку вверх, и она будет управляться. Но в связи с тем, что невозможно определить, куда эта точка двигается в итоге, очень далеко, потому что и зрение как-то не видит, то это нецелесообразно уже становится. А так дальность очень высокая. А на каком она может расстояние? Пульт ее, скажем так, как и ловит? Ну, как правило, на прямой видимости это, ну, километров 7-9. Модели приходится конструировать ежегодно, в связи с тем, что они во время боя бывают столкновения, они разрушаются частично, какие-то восстанавливаются, какие-то, ну, идут под списание, скажем так, на запчасти. Вот. А каждый год, в связи с тем, что появляются какие-то новые конструкторские мысли, идеи для того, чтобы улучшить, что-то там усовершенствовать. Конструирование модели, ну, в общем-то, необходимы элементарные знания по аэродинамике, по прочностным характеристикам материалов различных, для того, чтобы их правильно расположить прямей. Скорость ее полета достаточно высока, она где-то порядка 120-130 км в час. И на развороте она весит порядка где-то 600 грамм. На развороте она испытывает перегрузки, и для того, чтобы она не развалилась в воздухе, надо просто правильно расположить эти элементы, так, чтобы обеспечить безопасное поведение. Я радиомоделизмом увлекаюсь уже лет шесть, но сегодня это был мой первый радиобой. Мне предложили спонтанно провести бой, я никогда не проводил, на скорую руку сделал себе ленточку, примотал. А труп я вообще не ждал, что я смогу провести, а труп со спортсмена, который уже ранее бился. Для меня это просто, не знаю, такой, эйфория такая. Во-первых, люблю что-то делать руками. А этот процесс, он доставляет вот кучу удовольствия от постройки. Я построил, я слетал раз, два, три, мне хочется уже сделать новую модель с изменениями, с какими-то, может, я больше не столько пилот, сколько конструктор. Мне нравится это делать, нравится исправлять свои ошибки и получать моральное удовлетворение от того, что то, что сделал, приносит мне удовольствие. Все наши ведущие конструкторы, вы знаете, и Королёв ракетный, и Яковлев, и тут перечисляйте всех подряд, все начинали с моделизма. И настоящий конструктор, ну, знаете, до 14 лет, если человек занимался, с него вырастет на порядок выше специалист, чем он мог бы быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова